А чего это ты от меня удирал? Привычка! Ты догоняешь, я удираю. И у меня привычка, ты удираешь, а я догоняю. Вы видите здесь инспекторов ГАИ? И я нет. А они есть. 204-204-116 Toyota Ranks, Toyota Ranks 286 Пересек сплошную линию. Пересек сплошную линию. Принял. Теперь, как в старом советском фильме, догонять нарушителя не обязательно. Скрытое патрулирование активно применяется инспекторами Магаданской госавтоинспекции в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Встречная полоса». Куда-то торопитесь? Зачем пересекаете с удовольствием расследствием? С удовольствием. С нарушением согласны? Эффективность скрытого патрулирования крайне высока. Буквально за полчаса участия нашей съемочной группы в мероприятии инспекторы ГАИ зафиксировали пять случаев выезда на встречную полосу. Для всех водителей это было неожиданностью. Анвар, Анвар Ильич, проводится у нас оперативно-профилактическое мероприятие. В ходе скрытого патрулирования было зафиксировано в совершении вами административного правонарушения, а именно обгон в зоне действия горизонтальной дорожной разметки 1.1. Только что время скинуть и видео скинуть. Задемте до машины садим. Только что здесь. Сейчас. Некоторые пытались сначала не признавать нарушения, но тщетно. Видеофиксация сразу же разрушала иллюзии. Добрый день. Старший инспектор дорожного патрульного службы, старший нам полиции Жамсаранов. Документы ваши? Даю. Меню электронного. Я понял. Средства регистрации. Сергей Григорьевич, в ходе скрытого патрулирования было зафиксировано совершение вами административного правонарушения, а именно обгон транспортного средства через сплошную линию разметки. Было такое? Не было. Не было такое. Сейчас, секундочку. Ну и что мне? Протокол будет составлен, будут рассмотрения административного правонарушения. Да. Абсолютно верно. Держите. Ну что, давайте заполняйте. Конечно, скрытая форма патрулирования позволяет пресекать больше фактов нарушения правил дорожного движения, чем стандартные. Поэтому, по словам представителей ГАИ, будет осуществляться на регулярной основе. В текущем году на территории Магаданской области зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, непосредственной причиной которых явился выезд на встречную полосу движения. В результате указанных происшествий 8 человек погибли и 31 человек получил ранение. Особую обеспокоенность вызывает участок автомобильной дороги федерального значения Р-504 «Колыма» от города Магадана до поселка Сокол, где в двух таких происшествиях погибли 4 человека. Олег Дудник, Артем Булгару. Специально для Карибы.